Всем-всем-всем-всем здравствуйте! Мы в Чикаго стоим, загружаемся. Какой-то груз у нас очень такой интересный. Мы из Чикаго повезем его в Пенсильванию. Это какой-то Apple-овский продукт. Повезем мы этот товар на склад розничной торговли. Вот, что именно там мы не знаем, но знаем точно, что это продукция Apple. Что так сказали нам? А? Что сказали? Сказали, сперва надо встать на дверь, потом идти чекиниться. О, блин. Какая у тебя тут? Да, что ты хочешь из уха? Иди вставай на дверь, с подрайвером приходите. А какая дверь? С 18 по 24, по-моему. Любую? Ну, здесь были свободные. Вот этот выехал, там еще одна была свободная. Вот мы сейчас на 20, какого? На 23, что ли? Удачи! Продолжение следует... 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 одного знака по ограничениям нет. Волшебная дорога, может быть примитивно. Здесь не где-нибудь, а почему он этот проехал? Да, он впереди трак едет. И он тут, наверное, все время ездит, потому что у него будка локальщика, ну, в смысле, это тягач локальный. У него вес 40-моди 10 тонн больше. Ни одного знака здесь ограничивающего нет. Помимо того, что написано, то, что еще не ждал. Вот с той стороны. Оттуда нельзя, отсюда можно. Вот тут вот ограничивающий знак. Вот он для тех, кто будет поворачивать направо. Да, Apple написано. Синкрином. Ну, значит, нам вот... Да, Apple есть. Мы приехали на вторую остановку. Здесь недалеко было 10 миль всего лишь. На той, на первой человек, который принимал у нас товар, он сказал, что нужно повесить пломбу при нем, что он должен удостовериться, сверить все, проверил все цифры. Мы сейчас приехали сюда. Тут целая комиссия собралась с этой пломбой, изучают все цифры, проверяют. Вот так тут все серьезно. Вот этот дядечка загружался вместе с нами в Чикаго. Я смеюсь, говорю, Володя, они там пломбу эту всем табором проверяли. Они, может, ее еще и на зуб там попробовали, настоящая она или нет. Это не только написано, что сюда заезжают те траки, которые... Точнее, они не заезжают, отсюда выезжают. А чтобы заехать, нужно объехать здание с той стороны и заехать там. Мы заехали туда, тот дед нас отправил сюда, в эти ворота, говорит, езжайте, вас там разгрузят. Мы заехали, нас разгрузили, и теперь говорят, сейчас опять поедете к тому деду опять в то здание, в ту сторону здания. Еще будет до разгрузка. Вот смотрите, сколько сижу, все траки заезжают в эти ворота. Осталось чуть-чуть. Как же это все долго, а? Выгрузить три палета и пересчитывают каждую штуку, что там находится. Нам еще на третью остановку ехать. Сидим, ждем, когда нам отдадут накладную. Вот думаю, берешь эти дорогостоящие грузы, из тебя сдирают три шкуры. Это, во-первых, мы по дороге не могли остановиться. Нам нельзя было. Одна остановка за 14 часов. На ходу, соответственно, не поешь, не поспишь, не сходишь в туалет. Пришлось без еды, без воды. И, естественно, чтобы не сходить в туалет. И еще на каждом складе они пересчитывают это все, когда принимают все эти коробочки. В принципе, там палета-то немного. Времени мы теряем здесь, ого-го, сколько. Приехали на третью точку, а тут все как они любят. Куча дверей и ни одного обозначения, куда заходить. Догадайтесь сами. О, что-то написано вон. Где? Вон на двери. Какой? Да, точно. Нашли. Приселен. Сейчас пойдем. Ну все, оставляем прицеп. Спасибо вам большое. И едем в сторону дома. Всем хорошего настроения. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok